Делайте скриншот данного травяного сбора, фотографию в конце скидываю, смотрите, поясняю. Первый часто задаваемый вопрос, который вы задаете. А если там нету тех или иных плодов, тех или иных цветов, той или иной травы, заменить чем-то можно? Друзья, когда я говорю какой-то сбор, вот это вот сбор, вот это полноценный сбор. Если вы что-то чем-то заменяете, если вы что-то не докладываете, если вы чего-то кладете больше, чего-то меньше, то это уже не травяной сбор. И действовать он так не будет. Потому что травяной сбор на то и травяной сбор, это синергия вот этих, допустим, в почечном 14 трав, которые действуют именно на почке. Которая именно восстанавливает почки. Который сбор, который именно правильный. Понимаете? Следующий вопрос, который возникает. Поскольку чего ложить? Друзья, в данном травяном почечном сборе все 14 ингредиентов кладутся равными порциями. Я бы вам рекомендовал положить по 20 грамм каждого ингредиента. Для того, чтобы полный, обширный курс данного сбора прошли. Далее. Как по сколько пить? Друзья, когда у вас получается травяной сбор, но он у вас получается вот в таком виде, да? Ну, это я вам грудной показываю, почечного под рукой нету. Ну, вообще, вот в таком виде. Все травы измельченные. Одна столовая ложка на литр воды. Заваривайте на ночь в термосе кипятком. В течение дня этот термос выпиваете не в зависимости от еды. Но, учтите такой момент. Травяные сборы, почечные в данном случае, лучше не пересекать с едой. Его лучше пить либо за час до еды, либо через час после еды. Понимаете? В принципе, я думаю, обширно ответил на все интересующие вас вопросы.